Здравствуйте, друзья! Вы на канале Думы Сад. Меня зовут Александра. Спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, ставите лайки. Это помогает каналу развиваться, становиться лучше и полезнее. В этом видео хочу рассказать о коллоидной сере, о том, где и для чего ее можно применять. Как коллоидная сера помогает бороться с грибковыми инфекциями, микроскопическими насекомыми, клещами, клёй и даже белокрылкой, а также о том, какие растения любят серу как незаменимый химический элемент для полноценного развития. Для чего применяется коллоидная сера? В садоводческих магазинах часто можно встретить вот такой препарат. Это коллоидная сера – сухой мелкодисперсный порошок неорганической серы желтого цвета. Коллоидная сера – это одновременно и фунгицид – средство, которое помогает избавиться от всевозможных грибковых заболеваний на растениях, и инсектицид – с его помощью можно бороться с насекомыми-вредителями. И акарицид – сера убивает паукообразных, в том числе и паутинных клещей. И удобрение. Сера, как строительный материал, нужна растениям для синтеза некоторых аминокислот, из которых затем синтезируются растительные белки. Недостаток серы вызывает хлороз листьев, изменение краски, снижает эффективность усвоения азота и, как следствие, уменьшает урожайность. Элементарная коллоидная сера, которую мы будем использовать сейчас, в дальнейшем при помощи микроорганизмов, находящихся на растениях и в почве, будет преобразована в доступную, сульфатную форму и усвоится растение. Надо лишь правильно приготовить водный раствор коллоидной серы и опрыскать растения в нужной части. Или по листу с внешней стороны, или с обратной стороны листа, или обработать все растения, включая даже опрыскивание почвы вокруг. Как вы, надеюсь, заметили, сера имеет необычное название – коллоидная. Что это такое? В огромной науке химии есть специальный раздел «Коллоидная химия», который изучает поведение коллоидных систем и коллоидных растворов. Сейчас мы вместе с вами приготовим такой коллоидный раствор. Это водный раствор, в котором сера в виде очень мелких частичек будет находиться во взвесе, то есть распределиться в воде, практически не выпадая в осадок. Почему? Потому что в обычном состоянии минеральная сера в воде нерастворима, а вот в мелкодисперсном, то есть коллоидном виде, ее можно более-менее равномерно распределить в воде. Как приготовить раствор коллоидной серы? Сначала будем готовить суспензию. 40 грамм коллоидной серы сначала надо смешать с 50 мл воды и с помощью ложки или лопатки сделать серную суспензию. Сера плохо смачивается водой, поэтому потребуется некоторое время, чтобы тщательно смешать этот минерал с водой. Затем уже полученную суспензию серы разбавим еще водой. На этот раз добавим еще примерно пол-литра воды и активно встряхнем водный коллоидный раствор серы в банке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это и есть готовый коллоид, который осталось всего лишь довести до необходимого объема, как указано в инструкции препарата. Влив в суспензию 8 литров воды. Теперь внимание! Не надо процеживать, фильтровать раствор, избавляясь от взвеси серы, как это делают некоторые садоводы и огородники. Именно частички серы и будут выполнять функции защиты растений. А если вдруг ваш опрыскиватель во время работы забьется частичками серы, его просто надо промыть и работать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все! Можно обрабатывать растения полученным раствором коллоидной серы от мучнистой росы, парши, различных корневых и прикорневых гнилей, от паутинного клеща и даже тли. Я в этот раз буду истреблять водным раствором коллоидной серы черную тлю, которая облюбовала листья дыни и арбуза. Обработаю обратную сторону листьев, обильно смачивая их серой. Таким же раствором можно обработать томаты от фитофтороза, огурцы от паутинного клеща и от тли, кабачки от гнили, которые сейчас буйствуют вовсю из-за перепадов температур. Какие растения любят серу? Те, которые богаты серо-содержащими аминокислотами. В первую очередь это всевозможные виды капусты, а также различные бобовые культуры. Включив их в свой ежедневный рацион, вы получите надежный источник пополнения гормонов радости и счастья. Эндорфина, химическая формула которых обязательно включает атомы серы. Да-да, серо делает наш мир ярче и счастливее. А вы об этом знали? Напоследок хочу предупредить. При обработке растений серным раствором время от времени встряхивайте емкость, в которой находится раствор. Ведь серо все-таки в воде нерастворима. И хотя она находится в дисперсном состоянии, но все же некоторое ее количество об осадок все-таки может выпадать. Хорошего урожая! Спасибо за просмотр!